сегодня солнечный день наконец мне удалось поработать во дворике самоваром с сиренью для меня это счастье когда солнце освещает натюрморт и видны такие цвета такие краски нельзя не пописать даже если вы в квартире и нет возможности но не в частном доме живете как я ставьте натюрморт на балконе чтоб солнечные лучи создавали вот естественные тени естественный свет пусть это будет какие-то предметы которые у вас в доме есть горшки фрукты овощи попишите оксана 4904 покажите пожалуйста как нужно списывать технически края какую технику вы используете сухой кистью или пальцем или кладете средний тон цвет между двумя кусками которые должны быть мягко соединены до мастер-классы еще ждать долго а по вашим урокам мне не совсем понятно а лето полным ходом и хочется на пленэрах не размазню делать пальцем а красиво списывать дальний план спасибо заранее оксана ну вот я в конце ролика покажу фрагменты написание этого сегодняшнего натюрморта 80 на 80 холст у меня конечно все это на автомате списывание не списывания но может быть вы там увидите какие-то фрагменты как это все я делаю ну главное что оксана касание кисти должно быть разное где-то жесткая где-то очень прям ну легкая и вот это легкое касание вот два плана у вас например рука да и там рубашка да вы берете краску я не знаю рубашки ну и легко касаясь и по рубашке и по руке провели чтобы здесь было и здесь и все и вот вам списывание если прям нужно прям совсем залезать возьмите салфетку и салфеткой я не специально есть кисточки такие какие-то такие как называются не знаю верный какие-то салфеткой ну какой-нибудь вот мягкостью олеся они пока помогите пожалуйста выбором три ноги какие технические параметры нужно учесть при ее выборе чтобы было удобно и легкое устойчиво говорят они вверх ветром сдуваются такую модель как у вас не нашла в интернете я покупал джина арт артикул 6030 или 6020 главное чтобы она была самая высокая по моему 150 сантиметров она вот в раздвижном но это надо все равно проверять под себя но но есть там два варианта один поменьше другой побольше так вот берите побольше не прогадаете потому что бывает так что нужно поставить холст вот я сегодня поставил 80 на 80 и совершенно нормально работаю и может напомнить и номер урока где вы рассказываете как потом холст наклеенный на пенополистирол оформить в раму его потом нужно клеить на картон или оставлять на пенополистироле смогут ли потом багетной мастерской мне т.ф. это оформить и сколько оставляет на бортик под раму оставляйте пол сантиметра и все будет нормально что касается номер урока у меня из 947 урок резиновым клеем где я наклеиваю холст на панель может быть вот об этом речь надеюсь вам это пригодится его потом нужно клеить на картон или оставлять на пенополистироле я клею холст на картон толстый можно на двп на пенополистирол на я не знаю что еще пенокартон на любую поверхность жесткую клею резиновым клеем ну вот в раму оформить 5 миллиметров значит с каждой стороны и в раму но посмотрите этот урок может он вам поможет но не урока видео тбилиски 6247 делаю сам проклейку холста льна знакомые подогрели немного осетринки шкурок и говяжьего еще кроличьего хвалили вы в этом про с этим процессом занимались когда-нибудь какой клей и все-таки лучше или в курсе если в курсе дружище конечно я всегда по рабочий крестьянский желатином проклеивал есть еще рыбий клей но принцип один и тот же все-таки советуют профессионалы всегда желатином работать сухой желатин сначала окунайте в холодную воду он просто там набухает какое-то время может быть часок а потом а может и меньше а а потом делайте водяную баню но какую-то кастрюльку я туда клал просто тряпочку воду наливаете и в эту кастрюльку с водой с тряпочкой внизу кладу в эту банку с желатином желатин одна часть желатина 10 частей воды вот такая пропорция и туда буркну чтобы она естественно вода в кастрюлю сюда не заливалась и на газ нагреваете размешиваете и прям можно горячим так вот покрывать проклеивать холст то есть мне профессионалы еще дедушки художники научили его как какой пропорции все это разводить они объяснили очень просто значит берешь вот этот клей который у тебя получился ну окунул пальчик туда и вот на от лип чтобы она если сильно отлипает это жесткий будет клей а вот должна нормально так отлипать ну как бы ну чтоб так чтобы не легко в общем друзья те кто не в курсе я задумал акцию на все мои уроки полцены акция целую неделю продлится до 7 включительно июня заходите в школу выбирайте уроки ну в честь лета естественно которое уже началось игорь творогов вообще не могу понять для чего нужны галереи и союза художников интернет есть больше ничего не надо может я не прав вячеслав какая ваша точка зрения ну галереи галереи ведь уже есть хорошие мощные галереи которые на рынке давно у них база клиентов и сотрудничать с такими гри галереями почетно самостоятельно в интернете конечно вы постите свои работы но какая вероятность что их увидит покупатель который интересуется живописью вот где вот где он смотрит работ он доверяет людям галереи щекам с которыми сотрудничает они для него подбирают зная его вкусы предлагают там сделают выставки человек богатый у него же времени мало что он думаете сидит вот так вот смотрит в интернете где бы ему какую работу купить среди тысячи тысяч там вариантов предложений нет конечно поэтому галереи нужны союза художников но союзы всегда приятно когда есть люди которые ну на одной волне с тобой пописать где-то поехать выставиться я не против союза пусть будут разные цветы в нашем ботаническом саду но в огородике и и розы пионы сейчас вот сирень отцвела и конечно же репейник и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok